Сегодня мы тут немножко поболтаем о моих новых девайсах и будем, конечно, сделать на них обзор. Только что-то нам сегодня тут всякие ремонтники мешают, понимаешь? У нас там сверху что-то дрелью сверлят, болгаркой режут и, короче, в общем, очень шумно. Но, надеюсь, в микрофон слышно особо-то и не будет. Вот, я что-то анонс хотел сделать вот этой вот штуки. Wi-Fi Mi Router 3. Классная штука. У него 128 мегабайт своей памяти есть. А модель у нас IC1200. В общем, штука хорошая. Я уже ее настроил и выглядит она, конечно, круто. Вот прям как на картинке. Сейчас покажу. Вот так. Вообще он очень маленький, тонкий и легкий. И, блин, настраивается очень легко. Я вообще прозрел. Это ни в какое сравнение с моим старым роутером не идет. В общем, классная штука. Обязательно сделаю на него обзор. Вот. Выскажу свое мнение. Но сразу забегая вперед, хочу сказать, что пользование штука вот такая вот классная. И, блин, вообще давно пора было сменить роутер. А вообще, а вообще, видео мы сегодня снимать будем про вот эту вот штуку. Lenovo ноутбук. Я уже, кстати, забыл, как он называется. Это уже профессиональная деформация, наверное. С этими вашими блогами. Производитель у нас Made in China. Вот тут написано. Все уже делается в Китае. Все. 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 Полностью. Все. Так. Смотрим у нас наши характеристики. Сейчас мы на бумажку посмотрим. Здесь у нас. Что тут у нас пишет? Так. Lenovo. У нас CPU Intel N4200. 1.1 ГГц. Рам у нас 4 гигабайта. Жесткий диск у нас на 500 гигабайт. SSD нету, конечно же. LAN у нас поддерживает от 10 до 100 мегабит в секунду. Дисплей. Экран у нас 15,6 дюйма HD LED. Батарея у нас здесь. TUSEL какая-то, в общем, двойная батарея. Windows у нас уже здесь стоит десятка. Итак, начнем. Все у нас получается Lenovo EDPAD 320-15AAP. Цвет у нас Platinum Grey. Модель этот самый. Модель у нас 80XE. Так, ноутбук, все дела. Короче, 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 у кого короче тут сидит дома и отращивает. Батарея. Батарея у нас L16M2 PB1. 7,5 вольт. Так, тут еще какое-то обозначение. Ну, я хрен его знает. Я не электрик, поэтому не судите строго. Так, вес аппарата у нас 2,7 килограмма. Ну, он что такой тяжелый, потому что очень-очень металлический. И довольно большой. Ну, как бы, сами понимаете. Здесь у нас не фиг собачий, а целых 15 дюймов экран. 15 же, да? Да, 15,6. Вот. Сейчас мы его откроем. Конечно же, у нас здесь по комплектации не густо. Я все вставочки все поделаю. Все будете смотреть, наблюдать. Вот. И сейчас мы поглядим внешний вид нашего устройства. Вот. Сейчас мы распакуем его. Вот так вот он у нас выглядит. Lenovo. Он, как видите, довольно такой большой и увесистый. Он, кстати говоря, тоненький. И я как-то думал, знаете, вот размещал над тем, что может быть взять бэушный аппарат. Вот. И я как-то зашел в магазин, походил по ломбардам и подумал, что, блин, лучше, конечно, взять новый аппарат, вот такой вот, чем бэушный, там, я не знаю, двухлетний или трехлетний давности. Потому что разница по качеству и по функционалу вообще, по внутренней начинке, она невероятно ощутима. Просто прям вот вообще, я вам, блин, говорю. Вот. Поэтому реально лучше новое взять, но оно будет просто обалденным, чем бэушка. Конечно, я же не спорю, можете урвать бэушечку самого лучшего качества. Прям такую вообще всю-всю-всю там. Если, конечно, вам такая попадется бэушечка, там, например, шесть месяцев аппарату или до одного года, это максимум. И чтобы он был не убитый, тогда можно брать. Но если таких нету, то лучше взять вот это вот, но новое. Вот. И он, блин, классный, он реально, на него смотришь, у него все такое, знаете, качественное, все такое хорошее. Здесь два динамика у нас имеется. Windows Home у нас стоит, ее нужно активировать. Кстати, это очень хорошо. Но я Windows Home десятку как-то не особо радую. Я привык с семерки, десятка мне не нравится, потому что там все переработали. Блин, ну, вообще, короче, пипец. Чем-то оно мне напоминает Windows Mobile. Вот. По разъему у нас здесь есть разъем HDMI. Это круто. Я могу к телеку подключить. Два разъема USB. Так, по комплектации мы сейчас посмотрим, что же у нас по разъему. Разъемы у нас, по идее, 2.0. Ну, вроде как термин придатности 4 года. Так, да. 2.0. Но я не знаю. Вы там не ругайтесь, что я там не подготовился к съемкам. Это у нас все. Live Video я все в живом, скажем так, эфире делаю. Ну, не стриблю, конечно, но я делаю все так, как оно есть. Чтобы не вырезать, чтобы видели все, как есть. Здесь у нас по комплектации. Где у нас комплектация? Твою-то мень. Производитель Китай. Туда-сюда. А по USB портам у нас не указано. Ну, ладно. В принципе, мы это можем и позже сами посмотреть в интернете. Это, как бы, не проблема. Поэтому зарядное устройство здесь, кстати, с европейской уже идет. Ну, конечно же, я покупал в нашем магазине. Сертифицированное все нормально. Зарядочка такая красивая, увесистая, хорошая. Прям вот мне нравится. Блочок такой аккуратненький. Просто обалденно смотрится. Это очень хорошо. Все красиво, все замечательно. Прям радость для эстета. Все, все очень красиво смотрится. Надо еще для него сумочку купить. Для этого ноутбука. И вот, да, ноутбук Black Support USB 3.0. Ага. Все-таки у нас USB 3.0 здесь. USB 3.0 у нас здесь есть. Это очень хорошо. The Black Port Support USB 3.0. Черный у нас получается. Где он? Так, если я правильно понимаю, то вот этот вот разъем у нас. Вот, смотрите, вот этот вот, второй. Это USB 3.0, а это двойный. Это уже очень хорошо. Потому что чуть больше, чем получается, мы его взяли за 400 баксов. 400 баксов. Даже чуть больше, там, 400 с чем-то. Вот, и мы получаем здесь такой себе хороший фаж. У нас здесь 2 гигабайта видеопамяти. Это уже очень хорошо. 500 гигабайт жесткий. 4 гигабайта оперативной памяти. Intel Pentium процессор у нас здесь стоит. USB 3.0 у нас имеется. HDMI порт у нас имеется. В общем, это уже круто. И по работе теперь будем его тестировать. Как он работает. Что, да как, где, чё, блин. Как это все. Игры протестируем. Но, для чего я его брал? Как я уже сказал, я взял его для жены. Потому что меня с моего компьютера постоянно прогоняют. Мне это не нравится. Вот. И я вот нашел решение и взял вот это вот. Конечно же, я буду им пользоваться. А вы что думали? Ха-ха. Кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому придется с чем-то мириться. И пойдем на компромисс. Будем пользоваться всей семьей этим ноутбуком. Но я, конечно же, буду пользоваться больше. Потому что кто, как я уже сказал, платит, тот и заказывает музыку. А вот. И это очень классная штука на выезде. Куда-нибудь на отдыхе. Еще где-нибудь что-то работать за ним. Просто будет самоудовольствие. Интернет всегда со мной. На телефоне включил модем. Подсоединился. И сидишь, блин, со всех своих устройств. И не надо ничего модеть. В общем, круто. Тем более, сейчас у нас в Украине есть 4G. Это вообще, знаете ли, так, вау, вау, вау. 4G, да, это круто. Вот. 3G тоже нормально работает. В принципе, я никаких проблем особо-то и не ощущал на 3G. А тут 4G. Ну ладно, раз уж появился, будем пользоваться. Так. И у нас, я так понимаю, здесь еще есть. То ли HD. Этот самый привод. Дисковод. То ли что. Я что-то не пойму. Короче, какой-то здесь разъем еще есть. Это мы, это мы сейчас, раз это самое. Так, десяточка у нас тут. А, DVD. Точно. У нас здесь DVD разъем еще. Вот он на камеру. Он у нас имеется. DVD. 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 У нас есть DVD. DVD. Будем пользоваться. Ну, кому он сейчас нужен? Кого я обманываю? Он сейчас никому уже не нужен. Этот DVD разъем. Нафиг. Все пользуются флешками. Так что, такого же у нас аппарат привалил. Однако, ставим лайки, подписываемся на канал. Комментируем видео. Может, что, советуем. Понимаешь, этот самый. Рыпустим в соцсетях. Обязательно мне это будет очень полезно. В общем, всем спасибо. Пока, дорогие друзья.